Здравствуйте! Вы смотрите программу Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях председатель комиссии Чебоксарского городского собрания по градостроительству, землеустройству и развитию территории города Олег Куртунов. Сначала смотрим визитку нашего гостя, потом продолжим беседу. Олег Куртунов, депутат Чебоксарского городского собрания. Родился 28 апреля 1984 года. В 2007 году получил высшее образование в Чувашском государственном университете. Еще во время учебы начал работать на промтракторе. После окончания университета продолжил работу на заводе «Чувашкабель», пройдя путь от инженера до заместителя генерального директора по социально-бытовым вопросам. В шестом созыве городского собрания депутатов – председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города. Женат, воспитывает дочь. Олег Игоревич, добрый день. Добрый день, Татьяна. Добрый день, уважаемые телезрители. Олег Игоревич, основное событие во всей России в последний месяц – это завершение четвертого этапа федеральной программы по переселению из аварийного и ветхого жилого фонда. Расскажите, какие итоги в Чебоксарах четвертого этапа этой программы? Не только четвертого этапа, но и в целом. Хотел бы заметить, что программа была очень большой. За четыре года, за четыре этапа было расселено 2200 семей. В четвертом этапе, последнем, большинство – это около 1000 семей. К сожалению, к первому сентября не успели наши застройщики уложиться, но сдали в начале октября дома. На этой неделе следующие будут торжественно вручаться ключи. Программа закончена, как я говорил. 4 мая на госсовете Владимир Владимирович Путин собирал, были даны поручения правительству Российской Федерации разработать механизмы продления программы в каком-то другом возможном виде. И с 1 января 2019 года запустить на этом же госсовете Михаил Васильевич Игнатьев выступал и предложил свои. Значит, у него были варианты развития программы, которые, возможно, лягут в основу этого законопроекта, механизма. То есть людям, у которых, скажем так, стареет, в любом случае стареет, но которые приходят в негодность, где невозможно, уже сложно жить в нормальных условиях, будут продолжены, и людям не стоит переживать, их будут переселять. Ну, вот эта программа была создана вообще на деньги, проданные от актива ЮКОСа, так скажем, подарок населению России. Следующий механизм не знаю, за счет чего будет как бы изобретен, но я уверен, что переселят и остальных, тех, кто не вошли в программу аварийного жилья до 1 января 2012 года. Сейчас, я думаю, будет новая оценка, и в Чебоксарах уже более 250 домов, я думаю, уже, может быть, около 300, войдут в эту программу. В новую программу. Но вообще, Олег Игоревич, ведь переселение из аварийного жилья – это не только улучшение жилищных условий, людей, которые жили порой в невыносимых условиях, но это еще и развитие города, это и застройка города, ведь появились и новые микрорайоны, и новые территории начали застраиваться. Совершенно верно, освобождаются площадки для развития территорий, то есть там, где раньше были бараки, будут строиться новые микрорайоны. То же самое вот на Богданке у нас, да, сносятся бараки, и я думаю, что в следующем году, или, может быть, через год, эта территория будет разыгрываться, будут искать застройщиков, и там будет новый современный микрорайон. А вы уже, вот, не знаю, по роду своей деятельности, да, депутатской, вот у вас комиссия по развитию градостроительства, вы уже как-то планируете вот эти вот микрорайоны, и там, каким-то образом с застройщиками общаетесь? Ну, в этом году мы планируем разработать генплан развития территории города в нем, и будут отражены районы, которые планируют город развивать в ближайшие годы, в ближайшие десятилетия. Ну, и вот благодаря этой программе действительно появились новые микрорайоны, да, у нас Соляное застраивается достаточно активно, на Восточном застраивается, да, на Южном и Вальгешево тоже идет переселение. Это вот... Благодаря, в основном, этой программе совершенно верно. А вы как депутаты рассматриваете в дальнейшем развитие инфраструктуры в этих новых микрорайонах? Совершенно верно. Вот и в Соленом, и в Вальгешево вот в этом году открывали мы садик, и в Новом городе садик открывали, и школы планируются новые, то есть на Гладково в будущем году, в Волжском планируется школа. Вот, хотелось бы, конечно, больше школ, ну, поскольку Минобразование сколько выделяет денег, от этого зависит количество. Вот, по садикам тоже свои программы, ну, я говорю, строятся активно в Садовом и в новых микрорайонах, где нехватка социальной инфраструктуры. Это обязательное требование при разработке застройщикам проекта планировки территории, отвезти территорию под школу, садик. Есть нормативы определенные, зависящие от количества семей квадратных метров, ну, сколько, получается, жителей в микрорайоне. Ну, и если дальше говорить про развитие социальной инфраструктуры, да, вот у нас в 2017 году открылась одна школа в Чебоксарах, в 2018 году продолжится строительство по федеральной программе школы? В ближайшие годы, 2-3 года, вот, планируем школы в Новом городе, в Волжском 3 и в Садовом построить. То есть в ближайшие 2 года, я не знаю, если получится, в следующем году несколько школ, ну, как бы, в ближайшие годы точно 3 школы планируется. Угу. Олег Игоревич, еще одна такая живая и масштабная программа, которая в 2017 году начала действовать в Чебоксарах, это тоже федеральная программа, да, развитие комфортной городской среды. Я думаю, что горожане видят уже изменения, и изменилась и набережная, изменился и дом мод, да, изменились и многие скверы в столице Чувашии. Сейчас, что идет, вот пока, что сейчас до заморозков, до холодов, скажем так, можно сделать и что переходит на следующий год? На следующий год переходят только новые дворовые территории и общественные пространства. В этом году запланированные 25 дворовых территорий и 3 общественных пространства будут выполнены в этом году. То есть общественные пространства до 30 ноября, и дворовые территории тоже должны к ноябрю уже сдать. Я разговаривал с главами районов, узнавал ситуацию не так давно. На уровне 70-75% во всех районах нашего города, Ленинском, Калининском, Московском, уже где-то меньше, где-то больше подрядчики выполнили свои работы. По общественным территориям, дом МОД закончили летом еще Зеленстрой, у нас сквер Константина Иванова и территория перед Шупашкаром. Тоже до 30 ноября должны сдать, но я, насколько знаю, вполне возможно и раньше. А в связи с тем, что в сквере Константина Иванова были обнаружены археологические находки, нет ли смысла законсервировать каким-то образом работы и работать вместе с историками, с археологами? Там совместная работа ведется, то есть стройнадзор, там Минкультура осуществляет и я думаю, что работы дальше продолжатся и к 30 ноября, может быть, и раньше они закончатся, то есть ничего там страшного. То есть историческое наследие города Чебоксара не пострадает? Нисколько не пострадает. Также по программе хотел отметить, что на этот год было запланировано 150 миллионов, но по факту сделана работа практически на 200 миллионов. В следующем году в республику обещали выделить такие же средства, но, к сожалению, по моей информации, в город Чебоксары хотят урезать в два раза эту сумму, что не может не волновать депутатский корпус и нашу комиссию, потому что у нас на свой юбилей 550 лет город Чебоксары, я думаю, что эти деньги нам нужны в полном объеме. Ну да, ну и насколько я знаю, программа по формированию комфортной городской среды, она еще разрабатывалась вместе с жителями. Вы все-таки депутат и у вас есть, наверное, наказы, так называемые, от жителей, вот что в вашем округе? Да, 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 в каждом микрорайоне, в каждом микрорайоне города, то есть есть округа депутатские, проводились публичные слушания в каждом округе примерно по два. Ну, то есть у меня, вот как депутата от Южного Альгешева было одно публичное слушание по Южному поселку и одно публичное слушание по Альгешево. То есть в Альгешево ведутся работы в этом году, по Южному мы планируем еще раз, конечно, пригласить жителей, выслушать их пожелания Южные. Надеюсь, мы сделаем уже в следующем году. Ну, вообще, как отзываются-то ваши избиратели на вот эту программу? С охотой высказывают предложения или все-таки там полагаются на власти мыщих, а делайте, что хотите? Ну, жители противоречащие, одним жителям нужны парковки, расширение дорог, другим жителям наоборот говорят, бабушки, вот нам не надо никаких дорог, пусть спокойно мы ходим здесь, чтобы машины не ездили. Где-то вот говорят, нужно лежачие полицейские, где-то убирайте их, ну, и по каждому поводу, поэтому приходится какую-то золотую середину находить и принимать решения. Вот, очень сложно, конечно, проектантам в этом, вот, они замечания все эти собирают, ну, и в конце, как бы, окончательный вариант проекта предоставляется уже жителям на рассмотрение. Олег Игоревич, еще знаю, что по секрету мне сказали, что вы собираетесь в ближайшее время инвентаризировать овраги Чебоксар. Ну, на самом деле, эта программа, точнее, рабочая группа по освоению чебоксарских оврагов уже давно создана, вот, у нас просто очередное собрание рабочей группы планируется в конце месяца. Также по секрету вам скажу, что вот с институтом у нас договоренность есть о том, что один овраг они, вроде как, обещали уже разработать за свой счет в пользу города. Да, 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 да. Проект развития и освоения оврага. Вот, об этом мы, как бы, скажем чуть позже. В конце месяца. Ну, да, после собрания нашего федора. То есть от оврагов, которыми знаменит город Чебоксар, ничего не останется, все будет развиваться? Ну, дай бог, что это зависит все от финансирования, потому что развитие оврагов, там, сделать какие-то места притяжения, как вот в Москве, там, Крымский вал, но это все-таки довольно-таки большие деньги, чтобы сделать набережные красивые, чтобы сделать какие-то для гидросооружения, как-то по-другому использовать для застройки. Ну, это все-таки для подготовки этих оврагов нужны серьезные вложения. Поэтому, ну, не в ближайший год-два, но я надеюсь, что мы успеем последний вагон поезда в ближайшие 5-10 лет это все дело освоить. Еще такой вопрос. На сессии Государственного совета Чувашской республики Николай Владимиров выступил с депутатской инициативой депутатов города Чебоксара о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях. Там предлагается наказывать за нарушение правил благоустройства. Вот расскажите об этом подробнее. Да, на самом деле уже 30 сентября Михаил Васильевич подписал этот закон. В нем приняли большую часть предложенных нами поправок. Да, ну, это носит такой характер, что административное нарушение за все, я точно не помню, да, но что жители, то есть управляющие компании должны содержать фасады, стыки, значит, домов в надлежащем состоянии. То есть на крышах сосульки не должны быть, это все карается теперь штрафами, то есть там есть на должностное лицо, на физическое лицо, на юрлицо различными. К строителям тоже, если котлован, то есть они роют, то есть должны быть ограждения требуемые, то есть вывоз мусора должен быть обеспечен. Все это раньше не регулировалось, но сейчас будет облагаться штрафами. Я думаю, что в наших дворах и фасады наших домов будут красивее, сосульки падать на голову нашим жителям не будут, и везде будет чисто и аккуратненько. Ну, то есть мы можем сейчас сказать нашим телезрителям, что если вдруг вы заметили, что есть подобные нарушения, то нужно обращаться в управляющие компании, и они обязаны реагировать на звонки жителей. Ну, управляющие компании должны обеспечивать это все дело, да, и то есть меры, в принципе, не для того, чтобы карать, а для того, чтобы просто эта все чистота соблюдалась. Вот, поэтому, если где-то что-то увидели, ну, надо, наверное, в управляющую компанию в первую очередь обращаться, чтобы они устранили это, а не для того, чтобы их облагали штрафами. Ну, это понятно, да, чтобы все убиралось, ну, лучше, конечно, чтобы никто никуда не звонил, никого не наказывали, а нарушений не было. Совершенно верно, да. Спасибо большое, Олег Игоревич, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо, Татьяна, за приглашение. А я напомню, что сегодня у нас в гостях в программе «Актуальное интервью» был депутат Чебоксарского городского собрания, председатель комиссии по градостроительству, землеустройству и развитию территории города Олег Куртунов. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok